Россия, Евросоюз и Украина решили продолжить переговоры по соглашению об ассоциации между Киевом и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было распространено сегодня по итогам трехсторонней встречи в бельгийской столице. Стороны согласились рассмотреть претензии к документу, который есть у Москвы. Решения ряда вопросов, говорится в заявлении, могут быть найдены в рамках многосторонней кооперации. Как известно, движение в Европу один из главных лозунгов Майдана и нынешних украинских властей. Однако реальных достижений на этом пути нет, что вынуждает официальный Киев искать любой предлог, напомнить внешнему миру о себе. Петр Порошенко воспользовался трибуной Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по климату, чем неприятно удивил многих участников саммита и представителей СМИ. Тему продолжит Олег Шишкин. Привычка Петра Порошенко винить во всех бедах исключительно Россию, везде видеть агентов Кремля, рано или поздно должна была сыграть с ним злую шутку. Выступление на климатической конференции в Париже президент Украины начал, казалось бы, с беспроигрышного тезиса, решил напомнить о терактах 13 ноября. На этом бы и остановиться, но какая же речь Порошенко без упоминания России. Ужасные события, которые Франция пережила в этом трагическом ноябре, повседневная реальность для Украины. В течение уже почти 21 месяца моя страна страдает от терроризма, поддерживаемого и развиваемого Российской Федерацией. В результате более 8 тысяч украинцев, из которых примерно 6 тысяч гражданских лиц погибли. На Украине к подобным речам Порошенко давно привыкли. Но то, что проходит на ура в Киеве, в Европе все чаще вызывает оторопь. Журналисты западных СМИ, которые присутствовали на конференции, полет президентской мысли, мягко говоря, не оценили. Твиттер взорвался нелестными комментариями. Корреспондентка немецкого издания «Фацполитик» охарактеризовала выступление украинского президента как «эпик фейл». В буквальном переводе «сокрушительный провал» из них солидарны представители других западных СМИ. Я, конечно, понимаю, с какой сложной ситуацией столкнулась Украина, но это выступление просто «эпик фейл». Бестактно пытаться использовать теракты в Париже, чтобы привлечь внимание к Украине, господин президент. Нашествие беженцев на Европу, операция России против террористов в Сирии и теракты в Париже отодвинули Украину на обочину медийного пространства. Так и вовсе из поля зрения. Исчезнуть можно, а исчезать нельзя. Без западной помощи Украине не выжить. Столько усилий было потрачено, чтобы Донбасс из региональной проблемы превратился в международную. А сейчас там затишье. Порошенко использовал теракты в Париже, чтобы привлечь внимание к Украине. Это противно. Но еще хуже иметь президента, который идет на что угодно, лишь бы получить сочувствие мира. Визит Порошенко на климатический саммит ООН в Париж и его выступления там преследовали одну цель. Попытаться любой ценой, любой риторикой, любыми сравнениями, метафорами и гиперболами вернуть Украину на первые полосы или на ведущие места всех ведущих информационных лент мира. Забвение Украины ведет к прекращению финансирования ее, оказания ей помощи, а следовательно ведет к прекращению войны. А война является единственным способом, который помогает нынешней правящей украинской верхушке держаться у власти. И объяснять все те проблемы, тот голодомор, тот этноцид, который происходит в стране. Давить на жалость, похоже, стратегическая линия украинского руководства. Даже когда Порошенко в своей речи нащупал, наконец, основную тему климатической конференции, речь зашла об экологии Донбасса. Речь украинского президента ожидаемого эффекта в Париже, похоже, не произвела. Зато все отметили стремление украинского руководства во что бы то ни стало привлечь к себе внимание. А вот как раз с этим у Порошенко, похоже, проблемы. В интернете набирает популярность ролик, созданный западными журналистами, в котором обыгрывается поведение Порошенко во время общего фотографирования. Он явно ждет момента, чтобы поздороваться с Бараком Обамой. Но американский президент даже не смотрит в его сторону. Порошенко на данный момент является заложником той своей риторики, которую он использовал последние полтора года. Он совершенно не понимает, что за это время очень многое изменилось. И в этом отношении такая позиция французских средств массовой информации совершенно закономерна. Потому что мы видим, что за последние полтора месяца позиция Европы по Украине сильно изменилась. И теперь она не готова просто мириться к тому тотальному вранью, который Петр Порошенко представляет за очевидную истину. И действия украинских властей все больше дают поводов сомневаться, что Украина это проевропейское правовое государство. И энергоблокада Крыма еще одно тому подтверждение. С боевиками, подорвавшими опоры ЛЭП и препятствовавшими ликвидации последствий, официальные власти ничего не могут поделать. Ситуация с точки зрения любого европейского государства немыслимая. И главное, согласно заявлениям из Киева, во всем виновата опять Россия, которая в ответ на энергоблокаду Крыма перестала поставлять уголь на Украину. Соответственно, все эти заявления находятся в контексте каком? Что мы ничего сделать не можем, но в то же время настоятельно требуем, чтобы перед нами выполнялись те или иные обязательства. То есть украинская власть хочет, чтобы сама не выполнять никаких обязательств, но в то же время, чтобы перед ними эти обязательства выполнялись. Так, естественно, не бывает, и все понимают, что так и не будет. С другой стороны, Арсений Яценюк сознательно делает все, чтобы отношения Украины и России в экономике все ухудшались. Хотя это, естественно, очень негативно влияет на ситуацию и на Украине. Это влияет на то, что граждане страны постоянно беднеют. Но даже в условиях информационной войны украинские власти умудряются раз за разом, что называется, оказаться за гранью. Этот ролик создан на Украине. Кадры, которые призваны продемонстрировать мощь турецких ВВС, сопровождаются музыкой по мотивам известного военного марша времен Османской империи. Ролик показали в турецком телеэфире, и уже затем с комментариями, мол, бьет все рекорды по просмотрам, его продемонстрировали в эфире пятого украинского канала, подконтрольного Порошенко. После эффектного видеоряда с истребителями турецких ВВС, один из которых избил российский бомбардировщик, следуют титры «Смерть врагам». И, наверное, никому сейчас на Украине не надо объяснять, кого авторы ролика имеют в виду. Олег Шишкин, Христина Иванова, Наталья Литовко, Первый канал.